Мне очень отрадно, что сегодня у нас присутствуют не только представители Левых партий и движений, которые выступили инициаторами этого мероприятия, но и человек, которого я бесконечно уважаю, депутат городского парламента Максим Львович Резник. Также человек, не понаслышке знающий, что такое российская судебная система, пострадавшая от нее, но и относящихся к числу тех парламентариев, которые наиболее последовательно и принципиально пытаются бороться с пороками этой системы. Максим Львович, Вам слово. Друзья, я без красного флага, но левый митин, поэтому я в кепки порешал. Не для того, чтобы использовать как наглядный символ какой-то, а просто для того, чтобы лишний раз в том числе и визуально подчеркнуть то, ради чего я пришел, о чем Кирилл сказал. Мой многолетний опыт взаимодействия с представителями левой оппозиции показывает, что этот опыт необходимо множить и делать фундаментальным. И здесь присутствующие Иосиф Григорьевич, и Евгений Александрович, и Семен, и Кирилл, и Ирина Камолова, с которыми несколько лет в одной депутатской группе проработали в прошлом созыве законодательного собрания, лишний раз демонстрирует, что на самом деле в нынешней системе координат нас левую оппозицию и либеральную оппозицию сплачивает гораздо больше, чем разделяет. Это, мне кажется, настолько очевидная вещь, что ни у особых не нуждается дополнительных доказательств. К сожалению, мы все становимся там зачастую жертвами амбиций, но это необходимо преодолевать, потому что другой дороги нет. Потому что все те сегодняшние пороки, которые мы бичуем с разных сторон, они угрожают всем, но очень не хочется уподобляться вот этим гражданским активистам, которые становятся уже такими профессиональными, что ли, когда мы стоим на этом сужающемся постоянно островке свободы и выясняем, кто из нас готов больше сделать для борьбы за свободу. Кто там угадает свободу с трех акций, кто с двух. Вот эта вот глупость, которую власть наблюдает, безусловно, с огромной радостью и удовлетворением, она, мне кажется, сильно нам вредит. Давайте пытаться эти вещи артикулировать четко, давайте пытаться вместе проводить акции, давайте не делать так, чтобы власти было выгодно видеть нас в разных местах. Вот я сегодня просто уже по традиции, вот я Семену позвонил, говорю, я опаздываю, я приехал на Марсово поле, смотрю, никого нет. Я забыл, понятно, что левые, ну и на площади Ленина традиционно проводят свои акции. Но это не принципиально в данном случае. И то, и другое, это оставшиеся небольшие или на глазах наших исчезающие островки свободы. А то, что сегодня делает судебная система, конечно, заставляет ставить вопрос об их ответственности через выборность или как-то по-другому перед народом. Этой ответственности у власти никакой нет. А то, что произошло 12 июня, и в последующие дни, с моей точки зрения, это называется массовые политические репрессии. И, к сожалению, в том числе и у моих коллег-либералов эти формулировки, они ассоциируются исключительно с одним периодом, да, с периодом Сталина. Хотя на самом деле массовые, это не обязательно миллионы. И репрессии, это вовсе не обязательно расстрел или 10 лет без права переписки. Это система, подавляющая и осуждающая граждан невинных. И то, что это были сотни людей, а наказания были сутки, это вовсе не означает, что маховик работает не по той же схеме, по той же, просто масштаб другой. И, к сожалению, сегодня мы вынуждены, даже раз в суде, задумываться, а правильно ли мы делаем, обращаясь в зале заседаний, в ваша честь. Неправильно ли давно уже обращаться в ваша нечисть, к тем людям, которые сидят в этом многомиллиардно стоящем здании на бассейне Дом-6. Кто бывал, но я думаю, что многие уже бывали, как и я, это жидко фундаментальное и мрачное в нынешних реалиях здание за миллиарды средств налогоплательщиков, судящие же налогоплательщиков, ощемляющие их права. Такой, понимаете, дворец стражей беззакония, предлагаю называть, вот это бассейн-6, городской суд. Это, конечно, безусловно, часть системы. И то, что я вот сейчас сказал, сказал не Максим Резник. Это, я уверен, те же самые слова мы произнести. Семен Борисенко, Ирина Камола, Евгений Козлов. Мы каждый произносим эти слова. Но почему-то все время маркируем себя в дополнение, там, я коммунист, я либерал, забывая о том, что не красные и белые сегодня повестка... Не красные или белые повестка дня сегодняшней России. Повестка дня сегодняшней России во имя будущего это красные и белые против серых. Спасибо. Спасибо, Максим. Спасибо большое.